В Абхазии нет ни одного подтвержденного случая коронавируса. Из-за появления в Азии нового типа инфекции в Абхазии были приняты меры по недопущению распространения заболеваний, вызванных новым вирусом. На государственной границе по реке Ингур по распоряжению Министерства здравоохранения с 31 января стоит передвижной рентгенодиагностический комплекс. Как пояснила врач скорой помощи Манана Кулбая, ежедневно проверку проходит более 400 человек. Мы проводим здесь термометрию в основном, то есть измеряем температуру тела у тех, которые проходят, и если нужно будет, мы сделаем флюорографию, то есть рентгендиагностику, флюорографию, если будут температурные больные. Но мы с утра вот здесь сидим, проверяем, и у нас температурного больного еще не было. Ну вот, допустим, больной с температурой высокой, дальнейшее ваше действие? Наши действия будут таковы. Значит, вызываем скорую, если будет с высокой температурой, вызываем скорую, и больного переводим в ЦРБ, а там будут заниматься уже терапевты и инфекционисты. С сегодняшнего утра мы проверили около 150 человек. С сегодняшнего утра. А так почти 6 тысяч уже проверено. Как уточнил главврач ЦРБ Галского района Георгий Шоня, ситуация спокойная. Никакой необходимости усиливать санитарный режим нет. На границе работают наши врачи, проверяют людей, которые пересекают государственную границу с территорией Республики Абхазия, на территорию Республики Грузия и обратно. За день наши врачи принимают от, ну, самое минимальное, это 200 человек, максимально 400 человек. Больше провести через флюорографическое исследование практически невозможно. Потому что там облучаются врачи. Вот. И сложно. И сам аппарат тоже. У него есть свой, скажем так, резерв, второе врачи, так что большего мы не сможем. Вот. У нас имеются вот такие вот, я бы хотел вам показать, индивидуальные такие листочки, вот, где там отмечается фамилия, имя, отчество, возраст, адрес, там, номер телефона, флюорографические исследования, температура тела, дали, ну, диагноз, там, здоровье или что, дали подпись со врача, ну, число, месяц, дата ЦРБ Галского района. Вот. Такие листочки выдаются на руки каждому человеку, который прошел флюорографические исследования. Были случаи, когда учащиеся в большом количестве не посещали школы района. Были звонки из школ, наши сразу поехали, беседовали с директорами, но самое главное беседовать с медицинскими с сестрами, которые находятся там. Мы проверили первую школу, вторую школу, шишекварскую школу. Было очень много детей отсутствующих. Это было на этой неделе, в начале этой недели, когда погода была плохая. Но, к сожалению, у медицинских сестер не было статистики, из-за чего эти дети отсутствуют. Первый вариант. Возможно, они отсутствовали из-за того, что была плохая погода, и родители воздержались, учитывая, что в некоторых школах школьный автобус возле детей, и с этим проблем нет. Но все равно. Видимо, родители из-за плохих погодных условий не отпустили своих детей в школу. Это первый вариант. Ну, второй вариант. Воспользовались вот этой вот усиленной, скажем так, эпидемиологической обстановкой. И я бы сказал, не воспользовались, а испугались. Вот на границе там карантин, никакого карантина нету, карантин не был введен. Мы выполняем требования Совета безопасности, отдали уже Министерство здравоохранения. Главный санитарный врач района Георгий Шоня рекомендовал населению обращаться к врачам при высокой температуре, а не заниматься самолечением. Для того, чтобы избежать заболевания, следует пользоваться респиратором, избегать мест большого скопления людей, часто мыть руки, применять оксалиновую мазь и принимать витамины. В случае обнаружения высокой температуры врачи вызывают машину скорой помощи и направляют пациента в больницу. По статистике, всплеск инфекции, превышающий обычные сезонные показатели происходят каждые три года. Определенные меры, которые существуют на приграничных территориях, если не смогут гарантировать риск заражения, то, по крайней мере, предотвратят вероятность распространения заболевания в стране. Все необходимое для этого есть, в том числе мобильная диагностическая поликлиника, которая также будет использована, если это будет нужно.